Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Сегодня я хочу коротенькое видео с одной небольшой инвестиционной идеей, которая, в общем сказать, мне кажется, очень привлекательной. Смотрите, где-то весной этого года, там, апрель-май, Америка ввела серьезные санкции против компаний Дерипаски, ну, потому что там был скандал какой-то с Манафортом, вы помните, Дерипаска там был замешан. И Трамп решил воспользоваться этим, да, и у Америки, надо же так случиться, что американские сталилитейные и металлургические компании терпели убытки, потому что там, ну, они не конкурировали, в общем-то, как бы с импортом из Китая и из России, и Трамп решил помочь. Он решил, так, значит, блин, Дерипаска, Манафорт, значит, если мы введем санкции против компании Дерипаски, а это компания Русал, то, значит, соответственно, компании сметаются с рынка и, соответственно, цены на алюминий, в частности, должны взлететь. Он берет, вводит санкции против Русала, против компании Дерипаски, значит, против всех, потому что он с Манафортом, типа, общался. На самом деле, Трамп решил поднять цены просто на металл для того, чтобы помочь своим американским компаниям. Что произошло? Ну, он перестарался немножко. Акции настолько взлетели, что, в общем, всем стало невмоготое, и все говорят, слушай, Трамп, как бы ты это самое там верни. Ну, значит, там были небольшие сначала послабления, но, тем не менее, акции Русала улетели вниз. Давайте сейчас мы посмотрим, что произошло. Ну, вот сейчас вы видите акции Русала, вот, ЕН+, они в виде ГДР, это долговые расписки, вот, торгуются на Мосбирже. Вот, смотрите, вот, апрель месяц, смотрите, санкции были введены, и акции резко упали на Русал, на компании Русала. И американцы сказали, что мы снимем санкции, если из управления этой компании уйдет Дерипаска, потому что они говорят, что санкции вводятся не против компании Русал, а санкции вводятся против Дерипаски. Так вот, за этот период, ну, с Дерипаской как-то поговорили, говорят, не гоже, и, соответственно, Дерипаску просто попросили выйти из компании Русал, что, в общем-то, в процессе полугода Дерипаска и делал, и он вышел из компании Русал. Там договорились с американцами о том, что если у Дерипаски будет меньше, чем 50% акций компании, то, в общем, санкции снимут. Все эти условия были выполнены, и сейчас, что происходит в Америке? Сейчас в Америке происходит интересная ситуация, когда Трамп сказал, что, типа, если вы не выделите деньги на строительство стены вдоль Мексики, то, к чертовой матери, я вас, ну, как бы на каникулы, и прекратил финансирование. Соответственно, сейчас не работает правительство часть, потому что, ну, пока они не договорятся между собой, после того, как договорятся, Сенат соберется, и уже известно, что санкции с компанией Русал снимут. Вот, посмотрите, вот, до введения санкции компания Русал стоила 720, не знаю чего, это не так важно, рублей или долларов, по-моему, рублей. Вот, соответственно, он упал, акции, вот это вот, вот это падение вызвано вводом санкций против Русала. Вот, где-то в феврале месяце санкции с Русала снимут, ну, до 600 он должен вырасти. Вот вам инвестиционная идея. Сейчас 440, 600. Буквально за 1-2 месяца 50% ожидается рост. Очень хорошая инвестиционная идея. Эту инвестиционную идею дали аналитики открытия брокер мне. Я, значит, соответственно, видите, желтенькая линия, ну, то есть я их купил, вот, по 375 рублей, 60 копеек, значит, за штуку. Сейчас они стоят 440, и вы видите, рост продолжается. Друзья мои, инвестиционная идея, на мой взгляд, очень хорошая. Пользуйтесь, оставайтесь на моем канале, я буду и дальше делиться с вами теми инвестиционными идеями, которые я буду получать, ну, от открытия, и я планирую еще, так сказать, ну, с другими брокерами тоже пообщаться, и буду об этом рассказывать. Поэтому сейчас, если вы еще не подписаны, подпишитесь. Вот там есть снизу, когда подпишитесь, колокольчик, нажмите на него, чтобы не пропускать интересные видео и интересные инвестиционные идеи. А если вы еще не начали инвестировать, то вот там в правом верхнем углу, сейчас вы видите стрелочку, нажмите, там буквочка «И», нажмете на нее, будет «Биржа для чайников», нажмете и получите всю подробную информацию о том, как открыть брокерский счет, как его пополнить, ну и все прочее. На сегодня все, с вами был Демитков Юрий, до встречи!